Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. В рамках всероссийского молебна о победе сегодня в Черкес привезли ковчег частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Сегодня же в республике состоялось открытие регионального отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Военная служба по контракту – это не просто работа, это возможность осознанно и профессионально защищать Родину, сколько желающих служить из-за Дагихабля. Сохранить уникальное наследие по альпинизму. Карачева-Черкесское отделение РГО совместно с Ленинградским уже начали работу в данном направлении. Сегодня в Никольский собор Черкеска доставлен ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Это сделано в рамках всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О том, как встречали мощи в Черкеске, расскажет Альбаташев. Ликованием колоколов и сердец верующих встретил Никольский собор ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Процессия во главе с архиепископом пятигорским черкесским феофилактом торжественно внесла его в храм. Всех собравшихся здесь объединяло желание молитвенно обратиться к святому и поклониться его мощам. Образ воина на коне пронзающего змея – самое известное изображение Георгия Победоносца. Его имя объединяет в истории крупнейшие исторические победы нашей страны, считает руководитель общества «Царьград» в Карачаево-Черкесии Денис Труговцов. Георгий Победоносец – это очень почитаемый святой в России. И именно о таких событиях, которые мы страстно желаем, эта победа, молиться нужно ему в первую очередь. И вот награды наши – ордена славы в советское время с георгиевской ленточкой, ордена георгиевских кавалеров четырех степеней, на них тоже георгиевская ленточка изображена. То есть вся наша история пронизана и проходит вместе с этим святым. Ковчег с мощами великомученика Георгия был доставлен в Никольский собор в рамках Всероссийского молебна о победе, который проходит с мая по сентябрь этого года в ста городах нашей страны по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолимся о том, чтобы наши воины-защитники, которые сегодня находятся на линии военного соприкосновения, оставались той живой и невредимой. О том, чтобы Господь даровал им крепость духа, чтобы Господь укрепил их в их деле, которое сегодня они совершают ради всех нас, ради великого наследия, великой Руси. Помолиться о победе и поклониться мощам святого верующие Карачаево-Черкесии смогут до 19 часов 13 сентября. Затем ковчег с мощами будет доставлен в столицу Кабардино-Балкарии. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Новая общественная организация объединит народ. Сегодня в Общественной палате Карачаева-Черкесии провели учредительное собрание регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Мероприятие проходило с участием заместителя председателя Всемирного русского народного собора, председателя общества «Царьград» Константина Малафеева. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» была создана в 1993 году по инициативе Русско-Православной Церкви для объединения всех неравнодушных верующих к настоящему и будущему России. От имени главы республики ко всем присутствующим обратился председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Всемирный русский народный собор ведет работу по сохранению духовного и культурного наследия России. Развитие социально-экономических сфер и, самое главное, способствует взаимодействию православной церкви с традиционными религиями Российской Федерации и проповедуют нравственные ценности, которые присущи этим религиям, ведет профилактическую работу против идеологии нацизма и религиозного экстремизма. Собор является крупнейшим общественным форумом в нашей стране, в работах которого принимают участие представители традиционных конфессий России, руководители федеральных и региональных органов власти, деятели науки и культуры. Со словами поддержки обратился к адий духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Мурадби Хаджилайпанов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Одной из важнейших целей форума является содействие к культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, отметил заместитель патриарха Кирилла во Всемирном Русском Народном Соборе Константин Малафеев. В последние годы мы очень активно сотрудничаем со сплавным властем, сотрудничаем, собственно говоря, с администрацией президента и главой государства в том, чтобы предлагать стратегию будущего России. Собор призван явиться центром интеллектуальной жизни страны для подготовки, проработки стратегии будущего России. Сопредседателями регионального отделения Всемирного Российского Народного Собора были избраны председатель Народного Собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов, председатель Общественной Палаты Республики Елена Лешова и архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Я очень благодарен главе нашей республики за такую активную позицию и за поддержку традиционных и религиозных конфессий, и, конечно же, наших национальных культур, титульных наций, которые проживают в нашей республике. Итогом собрания стало создание Карачаева-Черкесского отделения Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор. Дарья Тендит, Мураджан Кёзов, Вести Карачаева-Черкесия. Сменить гражданскую профессию на военную специальность могут добровольцы, решившие заключить контракт на военную службу. Для оформления документов граждане приходят в пункты отбора. Это самый важный и первостепенный этап. В военном комиссариате Адыгихабля зарегистрировано около 10 добровольцев, рассказал инструктор военно-космических сил пункта отбора на военную службу по контракту Али Джигутанов. Главной мотивацией для граждан являются далеко не деньги, а защита родины и семьи, отмечают кандидаты на службу по контракту. Кандидат должен написать заявление, заполнить анкеты, пройти военно-врачебную комиссию, собрать перечень необходимых документов, подписать контракт и убыть воинскую часть. Вот увидел, девушку листовки раздавала, я взял листовку, посмотрел, то, что возможно вполне, и все так легко. Вот пришел к нашим прекрасным сотрудникам по данным заявлениям. Я мечтал об этом давно. Служить Отечеству, защищать родину и семью. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной идущей гроза, ночью в горах мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 5, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесии без существенных осадков ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 22-24 градусов тепла. Жительница Тиберды, учитель географии Ирина Павловна Утякова, дочь известного альпиниста, внучка известного предпринимателя Александра Утякова, который вместе с исламом Крымшамхаловым открывал живописную Тиберду, сохранила уникальные документы, фотографии, чтобы сохранить уникальное наследие представителей Русского географического общества, задумали проект. Какой? Узнаем из репортажа Аллы Динаевой. Ценности альпинизма и его культурный код не могут быть потеряны и утрачены. И наше внимание приковано не столько к разрядам, званиям, соревнованиям, сколько к культурному наполнению этого понятия и к смыслу этих занятий, говорят представители РГО. Крачево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с Ленинградским начали работу, связанную с сохранением уникального наследия. Речь идет о проекте, связанном с сохранением совершенно уникального наследия, которое сберегла учительница географии из Тиберды Ирина Павловна Утякова. Внучка Александра Утякова, который вместе с Крымшамхаловым открывал для россиян вот эти благословенные места. Князя Ислама Крымшамхалова и инженера-предпринимателя Александра Утякова связывали не только образованность и художественная одаренность, но и стремление переменить жизнь горного края, дать ему шанс развиваться. Думали они о том, как превратить Тиберду в известный курорт. Ирина Павловна, она посвятила свою жизнь географии. И в Тиберде нет такого человека, который бы мог дать более обширную картину географических объектов. Идея сохранить память тех, кто зарождал альпинизм в Тиберде, была давно. Ведь Карачева-Черкесия является колыбелью альпинизма. С начала 30-х годов вот здесь, в посёлке Дамбай, он как бы зарождался. Здесь были открыты новые маршруты, траверсы всевозможные, покорены вершины. Многие достигли здесь высоких результатов. И сейчас вот возникла такая проблема. Архивные материалы, которые сохранились по альпинизму, начиная со дня его основания в Дамбайе, восстановите. Сейчас мы формализуем идею проекта для представления её на конкурс в РГО с целью получения поддержки и, возможно, гранта для обеспечения необходимых работ в этом направлении, говорят инициаторы проекта, который имеет огромное значение и для географии, и для истории, и для альпинизма. Необходимо перебрать все артефакты, все книжки, все фотографии, все предметы, которые хранятся у Ирины Павловны, зарегистрировать их и обязательно записать все комментарии хозяйки этого наследия в оригинальном виде. Помощь, прежде всего, нужна нам от местных властей, поддержка местных властей, для того, чтобы нам выделили помещение, желательно в Тибердинском заповеднике. Там есть такой визит-центр для того, чтобы мы могли демонстрировать и альпинизм, и горные породы, геологические породы для опознавательных целей в области геологии, географии. И могли там демонстрировать выставки, посвященные горам. Работа над проектом только начинается, а когда он реализуется, в Тиберде появится уникальный музей по истории зарождения альпинизма, туризма. Аладинаева Алибастанов, Вести, Крачево-Черкесия. Известная в Крачево-Черкесии не только бабушка-блогер Баблина Лепшокова, но мало кто знает, что женщина, у которой позади девять десятков лет, внесла весомый вклад в образование и воспитание нескольких поколений в республике. О жизни педагога и популярной бабушки. Алихан Лепшоков. 92-летняя Баблина Лепшокова известна своими смешными роликами. Харизматичная старушка любит печь блины, вязать и смотреть сериалы. Снимать веселые ролики помогает внук Аслан Альмиисов. А сама идея съемок появилась в период карантина. Но мало кто знает, что бабушка-баблина достаточно долгое время проработала учителем, дав путевку в жизнь нескольким поколениям нашей республики. Она вспоминает, что обучать приходилось не только детей, но и взрослых. У меня второй ребенок родился. Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс. Второй класс, по-моему. Я взяла второй класс. Второй, третий, четвертый, в общем, их учила. Вот так. А так, в вечерней школе я долго работала. Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда. Оттуда приехали все неграмотные. Многие не умели даже заявления писать. Я не ожидал, что наши ролики станут такими популярными. Самое главное, я хотел поделиться веселыми моментами жизни моей любимой бабушки, отмечает внук баблины Аслан Альмиисов. Я пробовал много чего снимать, но ничего не набирало просмотры. Потом, по приколу, навел камеру на баблину. И в ней, я не знаю, как сесть, звезды, что ли, сошлись. Она прям начала активно разговаривать. Ей само это понравилось. Я закинул это в ТикТок и вуаля. Вот все абсолютно спонтанно. Даже цели не было. Стать блогерами. Вот именно после того ролика, самого первого, начался большой актив. Люди начали подписываться, спрашивать, требовать, давайте еще ролики. Она человек с активной жизненной позицией. И нам приятно, что много людей отмечает талант нашей мамы, уверяет дочери бабушки баблины. После школы, во взрослой жизни, уже я знаю очень многих ее учеников, которые с уважением всегда спрашивали, передавали приветы и так далее. Ну, ее ученики я имею в виду. Учитывая ее возраст, степенный, можно сказать, ей 92 года, так она ничего, хорошо себя чувствует, ведет активный образ жизни. Вы можете это наблюдать, все ее эти съемки и так далее. Ну, вы знаете, мне кажется, вот этот ее секретик, что она вот так долго и в таком здравии, в этом, она очень позитивный человек. Совсем скоро начнутся новые съемки с бабушкой Баблиной, так как самое ценное для меня, помимо популярности, видеть ее беззаботную радость, подчеркнул ее внук Аслан Альмисов. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская, бедная Лиза», часть первая. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!